Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу Святому! Друзья мои, братья и сестры! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! Приветствую всех из города Киева, с парка Киота. Здесь сегодня вечерняя молитва. И сегодня воскресенье, 16 сентября 2018 года, по гражданскому исчислению. И Слово Божье, которое я зачитывал в церкви, которое зачитываю здесь на молитве. Так, я сейчас вернусь. Второе Тимофею. Так, сейчас у нас вот где... Вот Тимофею. Так. Второе Тимофею, вторая глава. Самое начало этой главы. Звучит таким образом. Первый стих. Итак, пишет. Памятник Тимофею. Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Аминь. Укрепляйся, сын мой. Ну, можно сказать, и дочь моя, и сын мой. То есть, укрепляйся, Божий человек. Укрепляйся, Божий сын, Божья дочь. Укрепляйся, Божье дитя. Вот так вот можно в общем сказать. Божье дитя, дорогое дитя Божье, укрепляйся в благодати Христом Иисусом. Аминь. Это очень важное слово, очень важное послание. И сегодня в церкви я, вот, будем так говорить, говорил об этом. Делился этим словом, свидетельствовал сегодня. И примеры приводил из истории христианства. Молились о духовном пробуждении сегодня. И всю эту неделю молимся о духовном пробуждении Украины. Я свидетельствовал сегодня даже и о сновидениях, в которых видел еще в 97-м году. Давно уже, уже много времени прошло. Уже больше 20 лет прошло. Когда я видел эти сновидения здесь, вот, на границе, там, район Винограда есть такой. Вот. И я помню эти сны, в которых я видел это духовное пробуждение, которое, я убежден, должно совершиться здесь, произойти здесь в Украине. Это действительно чудо. И особенно дух завораживает, знаете, от чего? Что не просто это будет когда-то, а участниками мы будем с вами этого духовного пробуждения, участниками и свидетелями этого великого пробуждения духовного. Слава Богу. И, конечно, здесь, в Киеве, вот эта благодать Божья изливается просто могущественно, обильно. Действительно, здесь благодать Божья действует могущественно. И множество верующих, как нигде, наверное, на постсоветском пространстве, люди открыты для Слова Божьего, для Евангелия Христова. Вот. Были толчки к этому пробуждению уже неоднократные. На протяжении этих 20 лет мы наблюдали. Я лично наблюдал эти толчки к этому духовному пробуждению. И порой казалось, вот-вот сейчас оно начнется. Но оно не начиналось. Все эти 20 лет прошли в ожидании этого духовного пробуждения. В этом году будет вот это наимасштабнейшее подиерокум. Это свято-подяка. День Благодарения. Самый праздник Благодарения в Украине. Здесь, в Киеве, на Хрещатике. В следующее воскресенье 23 сентября. И я просил Бога сегодня, это и в собрании святых, воскресенье, здесь вот в церкви у нас. Вот я просил об этом и церкви. Вот здесь отец Алексей. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы знаете, просил молиться об этом духовном пробуждении, потому что действительно это чудо Божье. И когда собираемся вместе, в этом, не знаю, огромная сила Божья высвобождается. Когда много искренних сердец. Иисус говорил, когда двое или трое даже собранного имя Моё, говорит, там и Я посреди них. То есть, получается, во всей своей полноте Господь, Иисус Христос, Он присутствует. Церковь Его, даже два или три человека. Но здесь не два или три человека. Вы знаете ли, когда у нас в собрании, в небольшом собрании у нас здесь, в Киеве, даже 20 человек собирается, 30 человек собирается. О! Вы знаете ли, ощущение иного рода даже, нежели когда два или три человека собираются. Когда множество людей приходят с ожиданием чуда, ожиданием вот этого Божьего присутствия святого, то великое происходит, не знаю, какое-то движение духовное происходит. Ангелы приходят в действие Божье. Вот как посланники Всевышнего действуют могущественно. Бог, Дух Святой в собрании. А когда тысячи людей в ожидании, искренней верой в ожидании Божьего чуда, то тогда, я скажу так, нет ничего невозможного. И пробуждение этой земли, оно начинается с нас. Пробуждение начинается с меня. Мне очень нравится эта книга, Людмила Плетт, трилогия. Пробуждение начинается с меня, потом «Время начать суду» с Дома Божьего, вторая книга, и третья «Глаз вопиющий в пустыне». Это первые протестантские книги в моей жизни, которые я вообще прочитал, неправославные. Потому что до 96-го года я читал только лишь нашу православную литературу, святоотеческую литературу. Благодарю Богу, что начиналось мое христианство с Библии, со Слова Божьего. Но с 87-88-го годов моя жизнь, к сожалению, от Слова Божьего стала потихонечку отходить. И большим и большим приоритетом для меня, вначале акцентом, а потом доминантой, становились творения отцов в церкви, святоотеческое предание. А с 91-го года, став священником в Русской Православной Церкви Московской Патриархаты, все это было, и мой акцент вообще сместился, мой прицел вообще сместился, по сути. Я потерял, к сожалению, вот эту христицентричность. И для меня доминантой стала в моей молитвенной жизни Богородица Мария, и я так называл Марию, Матерью Господа моего Иисуса Христа, как и тысячи других моих коллег, православных священнослужителей, как и миллионы обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой православных католиков. Я тоже действительно называл ее Богородицей, Царицей Небесной, Матерью Бога моего, ну да, еще нормально, но по Писанию. Но вот Богородица, Царица Небесная, это никакого отношения к Марии, исторической Матери Иисуса Христа, нашего Спасителя, не имеет абсолютно. Это культ Богородицы, это древний культ языческий. Я об этом более подробно рассказываю в других видео. И знаете ли, именно в семинарах, лекциях по истории христианства, я об этом очень хорошо рассказываю, подробно рассказываю. С историческими фактами такими. Вот, и хотя время от времени нужно обновлять это видео, я думаю, потому что дополнительно еще тоже материалы есть, откровения, понимания, которые мне хочется поделиться. Поэтому буду записывать еще и дальше тоже на эту тематику, семинары проводить и записывать буду все это. И здесь в Украине, в России, в Белоруссии, в Грузии, где бы я не буду служить дальше, значит, там, значит, я буду об этом говорить. Потому что Бог меня достал из этого болота религиозного, из этого мракобесия. И в 96-м году вновь вернулась в мою жизнь Слово Божье, вернулась христоцентричность блаженная. Вот, и теперь для меня Иисус Христос, Господь мой Бог и Спаситель, теперь я знаю, в кого я уверовал, действительно, вновь все истрезвился, пришло в себя, жива, совершилась в моей жизни и совершается. Христоцентричность, слава Богу! Вот, и укрепляюсь я в благодати Христом и Иисусом, как чадо Божий, как Сын Божий. И обращаюсь ко всем братьям и сестрам, ко всем сыновьям и дочерям Божьим. Укрепляйтесь в благодати Христом и Иисусом. Пожалуйста, укрепляйтесь в благодати Христом и Иисусом. Когда мы взираем на Иисуса Христа, размышляем о Нем, о теле крови Его Святой, о том, что Он сделал для нашего спасения, как Он спас нас кровью Своей Святой, мы укрепляемся в благодати Христом и Иисусом. Когда мы чуть, прицелы наши сбиты, мы чуть в сторону отводим наше внимание от Иисуса Христа, от Личности Христа, мы становимся на очень опасный путь, очень скользкий путь. И чем дальше, тем больше. Поэтому время от времени нужно проверять эти прицелы, ревизию проводить время от времени, проверять, верили мы, то есть на верном ли мы пути, а если что, то мы говорим, Господь, направь нас на путь вечный, на путь древний, исправь наши пути, чтобы мы шли по путям Твоим, а не по путям заблуждений всевозможных. Не Вавилон запутанной системы, но именно само Евангелие Царства, которое просто, где просто, мудрецы говорили, православные старцы говорили так, где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Евангелие Царства Божьего очень просто, и там ангелов соста. А всевозможные вавилонские эти хитросплетения религиозные, они очень чудны, они очень сложны, и там действительно мудрено, и там действительно ни одного ангела Божьего. Знаете, друзья, лишь одни подделки только под истину. А сама истина – это Иисус Христос. Он сказал, я есть путь, истина и жизнь, все. Нет ни в чем другом спасения, и ни в ком другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! Благоставляю всех вас, дорогие братья и сестрички, дочечки, сыночки небесного нашего папочки, Авы, отчим, слава Богу! Благоставляю вас! И вот это слово «паки-паки» снова и снова хочу напомнить. Запомним 2 Тимофею, 2 глава, самое начало, 1 стих. 2 Тимофею, 2 глава, 1 стих. Прочту, чтобы не сбиться. Итак, укрепляйся, сын мой, можно сказать, и дочь моя, сын мой, дитя Божье. Можно так вот сейчас перефразировать, чтобы было понятно, что здесь ко всем сегодня это послание. Не только к Тимофею тогда-то, когда-то было сказано. Сегодня это слово, оно спустя два тысячелетия, оно воспринимается нами, вот, адресовано лично к нам, каждому из нас. И оно обращено, действительно, исторически, да, это было к Тимофею, но фактически это Духом Святым написанное слово, Боговдохновенное, и оно адресовано всем и каждому верующему. Поэтому, чадо Божье, слушай, укрепляйся в благодати Христом и Иисусом. Аминь. Укрепление у нас одно. Укрепление в благодати Христом и Иисусом. Размышляя о Нем, вкушая тело и кровь Его, рассуждая о теле крови Господней, мы укрепляемся в благодати Божьей. Слава Иисусу Христу. Дорогие друзья, это архиважно, это очень важно. Никогда не позволим врагу сбить наши прицелы. Никогда не уведем наш взгляд с Иисуса Христа. И просто вперем ум свой. Действительно, просто сконцентрируемся на Иисусе Христе. Как вот Петр, брат наш, апостол, он верховный апостол, он, увидев Иисуса, идущего по воде, сказал, вызвался тоже. Могу ли я? Да, пожалуйста, выходи, Петр. И он пошел. Когда смотрел на Иисуса, он шел по воде. Но как только взгляд от Иисуса на это море, на эту воду, на ветер противный, который против шел, и у него включился, он на другое стал смотреть. Потерял фокус, сбился фокус. И он стал тонуть. Иисус сказал ему, маловерно, зачем ты усомнился? Он подхватил его, конечно, спас брата нашего, да, значит, не дал ему потонуть. Но зачем ты усомнился? То есть вот и мы идем по воде, друзья. Жизнь в вере – это идти по воде. Действительно. Да каждый день фактически мы ступаем на воду. Вот. Если будем смотреть на естественное все, на происходящее все это, на что-то еще, концентрировать внимание свое на проблемах, на ком-то еще. Тем более в молитвенной жизни, как я поступал, нечестиво, недостойно, к сожалению. Вот до 96-го года я молился, кому только не молился, всем святым. И порой и буквально я повторял, и ежедневно. Все святи, молите Бога о нас. Сегодня, слава Богу, с этим всем завязано, давно уже. В том же 96-м году я с этим завязал, по милости Господней. И в том же 96-м году зарекся, только лишь к Богу буду молиться, все, больше никому. Только к Богу одному, никому другому, все. Баста. Только лишь Господу Богу. Один Иисус Христос для меня спаситель, все. Мой небесный Отец, утешитель Дух Святой, все. Ни в ком другом для меня нет спасения. И ни в чем другом нет спасения. Знаете ли, и прям, как вот говорил Антонин Грановский, архиепископ, еще в 20-е годы в Москве, великий такой украинский реформатор, значит, ну и всероссийский реформатор, он умер в Москве, там уже в 27-м году. В Зайконоспасском монастыре он служил, прям возле, там, значит, получается, Красной площади, прям Спасских этих ворот недалеко. Значит, и где Гум Цум, там, вот там в центре. Значит, и он проповедовал там и говорил, что действительно, мы, священники, служители, должны открыть этот людям, будем так говорить, самый широкий доступ, доступ к престолу Отца Небесного. Действительно, так оно и есть. Потому что этот доступ открыт самим Иисусом Христом через кровь святую Иисуса Христа. Аллилуйя. И пусть миллионы людей, действительно обманутые, увы, на сегодняшний день многовековой религиозно-ложной пропагандой, пусть воззрят на того, кого пронзили грехами своими, на Иисуса Господа, и осознают, и примут эту веру евангельскую, веру апостольскую, веру христианскую, истинную, которая вселенную утвердима. Аллилуйя. Что ни в ком другом нет спасения. Вот это исповедание апостолов, это их кредо, их символ веры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Которым спасены, которым мы спасаемся. Слава Христу. Благоставляю всех вас, братья и сестры, дорогие друзья, в этот вечерний час, вечерней молитвы. Здесь парка Киота, город Киев. Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Аллилуйя.